Всем привет! Итак, карабин Тигр. Нюансы сборки-разборки неполной. Посмотрим, что здесь да как, на что обращать внимание. У меня небольшой тюнинг, но будут картинки, подсъёмки, как это выглядит на стоковом аппарате и дополнительные комментарии по ним. Поехали! Так, ну, во-первых, у оружия есть затворная задержка, когда вставлен магазин. Чтобы её снять, нужно нажать вот на тот штифт. Вот его видно здесь прекрасно. Чуть отводим назад, прижимаем вниз этот штифт и, не отнимая магазина, можно снять с затворной задержки. Также, естественно, просто отстегнуть магазин. Дальше. Дальше для удобства скину приклад. В данном случае приклад, чтобы снять, нужно отвести вниз. Потом ещё сильнее отвести вниз и стянуть. Дальше. Спереди у нас стоит ДТК. ДТК поджат ещё дополнительной шайбой. ДТК на муфте. Ну, это понятно. Просто откручиваем. Облегчили конструкцию. Следующее действие. Снимаем вот этот замок и переводим его в самое-самое крайнее положение. Если будет не до конца отодвинут, вот просто так не снимется. И крышку чуть вперёд я нажимаю. Чуть вперёд и вверх. Она отъезжает сама уже на возвратной пружине. Это откладываем на газетку куда-то, если у вас это всё в масле. То есть для консервации я их обильно смазываю маслом. При стрельбе у меня здесь как бы всё сухое. Отводим затвор. Отводим затвор. Сняли с предохранителя. Отводим затвор. И он просто вынимается вот здесь вот из пазов. Очень просто разбирается и собирается. Вот сама личинка. Здесь внутри паз. И тут промахнуться невозможно. Вот этим выступом. Он единственный здесь подходящий. Нужно просто вот сюда вот завести его. Чик. Всё. Тут ошибок совершить просто нельзя. Дальше. Берём предохранитель. Отводим его вверх. Чтобы его вынуть, просто вытягиваем. Дальше он немножко здесь подзастревает. Из-за небольшой несоосности вот всех этих мест. Я его покручиваю, покручиваю и вывожу. Сейчас покажу. Вот смотрите. Вот видите отверстие, да? Вот на светлом фоне. Это всё может быть немного несоосно. Вот. Вот тут видно, что несоосность небольшая есть. Поэтому нужно его пошевеливать. Дальше. Всё это, несмотря на то, что у меня стоит здесь вот такая рукоять, тут нужно с некоторым усилием тянуть вниз. Из-за вот этой рукояти. Всё. Вытягивается УСМ. Он вот за счёт этих двух пазов крепится вот сюда. Очень удобно для чистки. Очень комфортно доставать. И на место вот так. Достанем. Ну, как бы мы его вниз. Вот так вот. Чик. И вынимаем. Что у нас здесь? Здесь у меня сейчас не закрыто. Сейчас закрою. Вот это пенал штатный. Вот. Тигра. Открываем его. Здесь у меня просто для других целей латунная выколотка. Такая вот отвертка для регулировки мушки. Вот такая выколотка. Сейчас я закрою, соответственно. Здесь я поставил... Здесь я её заменил. Она новенькая. Передняя оковка цевья. Она новенькая, поэтому достаточно тугая. Да и предыдущая была тугая. Сейчас я закрою её. Вот. Её нужно открыть. Чтобы её открыть, берём выколотку. Вставляем вот сюда. Нажимаем на себя. Она очень тугая. Это нормально. И открываем. Также второй вариант. Но мне он не очень нравится. Это взять вот эту часть. Если вы выколотку потеряли. Взять вот эту часть штатного пенала. Вот сюда вставить. Нажать. И вверх. Только нужно аккуратно это делать. Я когда в прошлый раз делал это голыми руками, у меня рука соскочила. И я очень сильно порезал палец на днях. Поэтому я сейчас в перчатках. Нажимаем вниз. И вперёд. Всё. Открыли переднюю оковку цевья. Открываем её. Теперь она спокойно слезет вперёд. Всё. Она спокойно слезла вперёд. Само цевьё. При должном усилии можно вот в перчатке нажать на себя, потянуть. И влево. Но удобнее это делать ключом. Вот за эти отверстия. На себя и влево. Как это реализовано? Вот здесь внутри. Вот. Вот здесь. Видите, светло. Это пружинка. То есть цевьё, оно подпружинено. Оно имеет небольшой ход. Вперёд-назад. Так, крупно даю. Видно. И нужно эту пружинку прожать. И тогда цевьё выскочит вот-вот отсюда. Вот здесь вот оно зацепляется. Совершенно за небольшой выступ. Вот выступ ни о чём вот здесь. Ну и вторую уже можно руками легко скинуть. Всё, скинули. Дальше. Что у нас здесь? Нужно вынуть вот этот шток. Здесь находится поршень. И он передаёт вот у нас на раму затвора. Вот здесь вот тынь, тынь и идёт перезарядка. Ну понятно, да? Чтобы его вынуть на себя. Вот он здесь вылезает. Вот он. И, соответственно, просто его можно чуть отогнуть. Вытащить вверх. И вынуть отсюда поршень. Вот он поршень. Как его установить назад? Есть два варианта. Первый. Ставим поршень. Берём вот эту пружину. Запихиваем её на место. И вот сейчас оно упирается. Почему упирается? Из-за того, что оно у нас заходит туда внутрь под углом, чтобы оно зашло ровно, нужно её немножко изогнуть пальцем. И поймать тот угол. Вот. У меня получилось сейчас. Поймать тот угол, чтобы оно ровно сюда зашло. Она так просто не будет туда внутрь упихиваться. Из-за того, что оно заходит под углом. Поэтому нужно её чуть подызогнуть. И тогда она войдёт прямо, всё будет легко. Это первый вариант. Второй вариант, как эту штуку ставить назад. Это, собственно, сначала вынимаем поршень. Её запихиваем вот сюда. Пружинку напрягаем. И заправляем вовнутрь. Оно стоит. Теперь это напрягаем назад. Напрягаем назад. Берём поршень. Спокойно его запихиваем вовнутрь. Вот это переставляем. Всё. Здесь нет такого напряга. Но это чуть дольше. Так. Вынимаем обратно. Откладываем. Пружинку не теряем. Вытаскиваем поршень. Что нужно сделать, чтобы на штатном газотводе открутить вот эту вот трубку. Во-первых, нужно... Вот здесь вот видите прорезь. Чтобы нам её открутить со штатного положения, нам нужно прямо на винтовке сделать так, чтобы вот этот кожух, видите, с прорезью, он отъехал вот к этой прорези. Чтобы это сделать, нужно взять гильзу рантовую, вставить вот сюда и повернуть. Чик. И вот когда оно... Вот, готово. Вот когда оно доедет до прорези, там будет собачка, которую надо прожать, чтобы можно было всё это крутить. Вот. Это нужно быть внимательным и не забывать. Просто так сразу нельзя начать крутить вот эту вот трубку. Нужно сначала совместить вот эти прорези и, соответственно, нажать на собачку. Будут сейчас кадры как-то выглядят. И уже после этого начинать откручивать против часовой стрелки. Вот. С помощью вот этого ключа. Ну и, соответственно, вот этот ключ сюда накидываем на этот квадрат. И спокойно страгиваем и откручиваем против... Ну, против часовой стрелки. Вот. Перекидываем и откручиваем. Дальше он уже пойдёт руками. При этом, ну, не забудьте подержать вот эту собачку. Чтобы она была поднята и снова не провалилась в прорезь под неё. Тут есть особенность. Я приобретал БУ-карабин. И я с очень большим трудом смог стронуть вот эту вот трубку. Если вы покупаете новую в магазине, она, естественно, с завода легко у вас открутится. Я при покупке не просил владельца её стронуть и открутить, показать, что там внутри с нагаром. Лучше это делать, если вы покупаете оружие. То есть это, во-первых, вы посмотрите, что там внутри всё чисто. Я просто вот сюда глянул, вроде нормально. Нужно было попросить владельца открутить её. Потому что он, походу, её никогда не откручивал. И она дико прикипела. Там внутри был просто дичайший нагар, который я долго размачивал. И чтобы её открутить, мне пришлось зажать вот эту часть мощнейшим ключом, зажимным через кожаные проставки. Взять тоже очень большой рычаг. И после прогрева этого элемента строительным феном, с отмачиванием ВДшки, со всем вот этим, совсем, я её сдвинул с большим-большим трудом. Так что имейте в виду, что если БУ, и у вас там всё прикипело, она легко не сдвинется. При этом в собачку запирающую я вставил палочку, чтобы она мне не мешала. Ну, когда у меня здесь всё было зажато, чтобы она мне не мешала, чтобы я о ней забыл. И она мне не мешала всё это большим рычагом страгивать. Ну и откручиваем, соответственно. Вот это всё дело, понятно, против часовой. Очевиднейшим образом это отсюда вынимается. Вот так. В данном случае она сейчас почищенная. Вот так должно выглядеть. Тут у меня стоит нештатный газовый отвод. Его я оставить могу рекомендовать, только если у вас есть две причины на это. Первое. Перенести на него мушку, чтобы работать с открытых прицельных. И второе. Его можно заглушить вообще, легко переставив вот эту штучку. И тогда у вас получится просто типа болт-акшн. Винтовка эта особенно полезна при стрельбе с банкой, чтобы ничего не лязгало, только выстрел, пубув и всё. В других случаях вот эту деталь приобретать не стоит. Я с ней намучился, чтобы её установить, чтобы правильно здесь всё отрегулировать. Хрень очень дорогая. Так что приобретать не стоит. Ну и сборка, естественно, в обратном порядке. Это прикручиваем. Плотно затягиваем ключом. Не забываем, что при вкручивании надо ещё удерживать вот эту собачку. На штатном варианте. Притягиваем плотно. Всё должно быть хорошо затянуто. Притягиваем плотно ключом штатным. Вставляем, я это уже показывал, вставляем шток. Напрягаем у него пружинку. Пружинку вставляем в штатное место. Далее берём поршень. Напрягаем шток. Поршень закидываем вовнутрь. Прыг. Готово. Следующее действие. Берём, вкладываем. Тут оно руками легко защелкивается. Напрягаем немного. И вот под это место защелкиваем. Раз. Вставляем вторую накладку. Получше надвигаем оковку. О, щёлкнуло. Закрываем вот эту деталюху. Можно её пальцами прожать и закрыть. Переднее это кольцо, оно имеет вот такой ход. Я его сейчас подвинул, чтобы там было больше места. Так, беру штатную выколотку. Я его подвинул так, чтобы мне было удобней. Напрягаю вниз и защелкиваю. Всё, оно встало. Берём ОСМ. Посмотрим, сработает ли он в таком виде. Нет, не сработает. То есть, тут вот, если эта лапка не прожата, то она не сработает. Вот я лапку прожал, всё, ОСМ сработал. То есть, ОСМ, если у вас он заведён, так он просто не сработает. Ставим на место. Вот, зацепив здесь. Защёлкнули. Теперь берём предохранитель. У предохранителя, вот у самой вот этой части, посмотрите, здесь такие ушки. Вот эти ушки надо с этим местом совместить. Запихиваю. Пытаюсь, как я вначале говорил, попасть вот в эту всю ось, которая немножко несоосно стоит. Вот. И в конце у меня совсем несоосно. Мне нужно напрячь так, чтобы эти два ушка стояли в том положении, чтобы зайти вовнутрь. Вот это вот такое положение. И потом я чуть его напрягаю вот сюда. Потому что вот здесь вот он несоосно заходит. Раз. Напрягаю. Зашёл. Закрыли. Взяли затворную раму. Только в одно положение он собирается, как я сказал в начале видео. Ставим его вот в это положение. И видите, раз, два, три ушки такие. Здесь ровно под них прорези. Он у меня повернулся в процессе. То есть раз ушка, два ушка. И вот эта часть, видите, вровень идёт. С вот этой всей линией. В переднем положении. Вот она идёт вровень. Итого. Эти места. Ставим прямо сюда. И просто толкаем вперёд. Вот оно всё идёт вот здесь. Задвигаем. Соответственно, лучше не холостить, пальцем придержать. Всё. Дальше у нас что? Крышка. Под неё вот тут вот есть пазы. В них нужно попасть. Надвигаем вперёд. И попадаем в пазы. При этом, смотрите, видите? Вот эту часть. Пальцем её придержали. В крайнем заднем положении. Так, теперь попадаем вот здесь. В пазы. Так. Попали более-менее. Опускаем вниз. Всё, готово. Чик. И защелкиваем. Всё работает. Всё. И ещё пара комментариев, как демонтировать вот эти вот штатные. Штатный обвес на стволе. Соответственно, пламегаситель со стойкой для мушки. И штатный газотвод. Выбиваются штифты. Соответственно, это всё прогревается феном строительным. Можно попробовать отмочить ВДшки предварительно. Прогревается всё это феном. Вот сюда вот ставится устройство для выжимки подшипников. У меня в гараже где-то нашёл такую приспособу, которая так цепляется. Вот сюда на ствол я положил латунную шайбу, чтобы в неё упираться. И так стягивал. С огромным-огромным трудом. Лучше в это просто не лезть. Пользоваться штатным всем. Вот газотвод я снял тоже как бы с матерками. Аккуратно постукивая. И еле-еле его стащил. В это просто лучше не лезть, если у вас руки не из того места. Лучше там в мастерскую отдать. Или просто пользоваться в стоковом варианте аппаратом. Вот. Поэтому, если у вас нету какого-то хорошего выжимного устройства, вряд ли вам удастся просто, как я видел в видосах, кто-то говорил, я просто поставил сюда ключ, погрел, постучал по этому ключу, тук-тук-тук, и всё легко слезло. Нет. Тут просто была жесть. Наверное, потому что устройство было БУ и стреляное. Вот. Что эту часть не удалось легко скинуть. Но, может быть, на новеньком завода можно просто взять ключ, сюда поставить, по нему постучать. Это всё слезет. Сюда поставить, по нему постучать, это всё слезет. Шрифты выбиваются слева направо. Я это делал вроде бы штатной выколоткой. Никаких проблем с этим не было. Чуть-чуть погрел, и они легко выбились. Вот. Всё это стащить, это огромные проблемы. То есть, в это лучше не лезть. Ну и решил ещё дозаписать, чтобы закрыть вообще все вопросы. Приклад, понятное дело, снимается откручиваем винты. Никаких хитростей здесь нет. Для установки различных прикладов на Тигре используются вот такие вот адаптеры. Они крепятся обычно на два винта. Ну и тут из особенностей... И вот за этот винт на него цепляется на ствольной коробке, там где пружина крепится. Вот. Вот здесь вот. Его некоторые подтачивают. Но у меня, похоже, ничего подтачивать не надо. Вот такая структура тут. Собственно, этот винт здесь, этот винт здесь. И вот закрывашка. Всё, ставлю. А как выкрутить мушку? Мушка выкручивается штатным приспособлением. Выкручивается она против часовой стрелки. Вот прорезь. И вот мушка. Так вот оно накидывается. Имеет, конечно, люфт. И против часовой выкручиваем. Внимание! Она может и не выкручиваться. Для того, чтобы она выкрутилась, нужно её побрызгать ВДшкой или погреть феном. Тогда выкрутится. Как сдвинуть само основание мушки? Я уже точно не помню. Я взял какую-то металлическую приспособу с прорезью по центру. Положил вот сюда вот пламягоститель с основания мушки. щитой мушки. Вот этой. И взял вот такую вот выколотку. И стал, предварительно чуть-чуть погрев, и смочив ВДшкой, стал со всей дурью бить. И с большим трудом мне удалось её сдвинуть. То есть, вот это мне удалось выбить с большим трудом с оригинального пламягостителя. Сюда, чтобы мне это запрессовать, мне потребовалось немножко ей придать форму, чтобы она сюда залезла. Используя тиски с подкладками из латунных гаек с вырезом, я это всё двигал и регулировал. Это всё реально. Но с тисками, конечно, неудобно. Идеально использовать мушкодав, но он стоит денег. А мне как бы... Я вот один раз сейчас отрегулировал механику, и что, и дальше мне мушкодав не нужен. Поэтому я это делал с помощью тисков, достаточно компактных, чтобы их можно было держать в руке. И с помощью латунной гайки. Ну а чтобы задвигать вглубь, я использовал латунный винт. Всё. Так вот осуществлялась регулировка. Дальше ещё, чтобы вообще закрыть всю тему разборок, по поводу целика. Он тоже имел опыт, как скидывается у нас целек. Я имел опыт на сайге. Вот сюда приставляем и вот сюда упираем какую-то отвертку плоскую, только немного и скоцием. Можно взять брусок из твёрдых пород древесины и молотком очень сильно бьём вниз, ну и относительно, если так смотреть, влево. Что это даст? Это даст то, что у нас целек преодолеет усилие пружины и подастся немного вниз, и влево он уже выскочит по пазам. Посмотрите. Вот по этим пазам. Вот этот паз и вот такой шипик. Вот он должен пройти вниз и по этому пазу он вылезет. Но усилие пружины достаточно серьёзное. Где вообще взять саму пружину? Мне, например, Тигр достался без пружины, но продавец отдал целек. Пружину он где-то потерял. Пружина продаётся на Ганзе. Барахолки для Тигра СВД 200 рублей цена, по-моему, 200-300 пружины целека. Это не дефицит при ударе сюда и выбивании этого всего. Она может внезапно отлететь и поэтому можно это всё закрывать полотенцем. Бывает, что очень туго идёт и пружина и нужно прям так постараться, чтобы это всё дело выбить. ну, я на САЙГе выбивал всё было окей. Чтобы вставить обратно тоже нужно адски попыхтеть, потому что нужно поставить на место саму пружинку. Вон она вон там. И после этого нужно её прожать и пропихнуть по этим пазам сюда целек. Это очень тяжело. Я пробовал разные варианты. даже здесь поджимать мини-тисочками, когда скинуто цевьё. Через болтики такие маленькие поджимать, чтобы пружина вошла. Но в итоге я её запихал просто в грубых перчатках, давя со всей дури на неё основанием ладони. Я её пропихнул по этому пазу вниз и она просто защелкнул сверху. Но пружина адски тугая. Сначала нужно напрячь её, чтобы она как бы пошла по этим салазкам чуть-чуть напрячь. Потом уже бабах! И оно вылетает. И оно может вылететь очень далеко. Можно накрывать это всё тряпочкой сверху, чтобы не разлетелось по комнате. Скажу ещё вблизи, как это выглядит. Вот паз. Он заходит туда и как бы вверх выпирает. Пружина очень тугая, мощная. Саму пружину, чтобы достать здесь её пассатижами подцепляем и вытягиваем. Поэтому она вверх просто её не вытянешь. Её нужно тянуть туда. Собираемся. Прожимаем. Интересная история. Так, во время прохода она упирается вот этими местами. Вот видите, где замялся металл сейчас? Значит, надо угол другой давать. Я дал слишком низкий. То есть, я этими местами упираюсь, угол дам побольше. Так, что-то не хватает. есть. Так, то есть, я сейчас реально заметил, что нужно давать чуть-чуть побольше угла. Но вы когда будете тыкать, вы сразу это поймёте. Так что вот, всё, основные узлы все мы разобрали. Всё, ссылочки и дополнительные информации в описании видоса. Всё, всем удачи, всем пока! Субтитры Субтитры Субтитры